Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня машина обычная С левым рулем предназначенная Для правостороннего движения Все нормально Просто На фейсбуке почему-то Камера переворачивает Так Вот такая как бы тема То есть остальные все Такие как ВКонтакте Лайф и все остальные прочие Они нормально все делают А фейсбук почему-то переворачивает А потом обратно мне переворачивать Уже как бы лень Но суть-то От этого контекст не меняется Того что я говорю Контент того что я говорю не меняется А потому приступим давайте к эфиру Итак Самый лучший способ закаливания в морозы Конечно он больше всего подойдет тем Кто уже имеет хороший опыт Я немножко начну с маленькой Смегепрелюдии Люди Те которые говорят что Я на протяжении долгих лет Закаливаюсь Обливаясь дома холодным душем Сразу говорю Холодный душ Для Как метод Закаливания То есть как метод Мгновенного Единомоментного Воздействия Большого покрова Резким каким-то Изменением Температуры Либо вот Не годится Потому что представьте себе Как из лейки душа Наливается вода В ведро Сколько вам понадобится времени Чтобы через душ Налить ведро воды Я думаю Что больше минуты точно Даже под самым сильным напором Понимаете да То есть уже получается Что вы Единомоментно То есть выливаете Очень малую Поверенность с самого тела Даже если вы со шланга Будете поливаться Представьте сколько Со шланга Надо чтобы налить В ведро воды Поэтому Лучше на себя Выливать ведро воды Единомоментно Будет Задействована Большая поверхность кожи То есть За 2 секунды Можно облить Все тело И целый ведро воды Будет облить Еще лучше Куда-то мокаться В какую-то купель Или в прорубь Воздействие должно быть Резким и Кратковременным Долго не надо Нам нужна толерантность К холоду Это все я прелюдию Пока говорю Вот Но смотрите какая вещь Вот например Для того чтобы Закаляться начать Очень хорошо Тем кто Еще не закалялся Значит обливаться На улице В мороз Именно в сильный мороз А знаете почему А вот представьте себе Вот обливаетесь вы Летом из ведра На улице температура 30 градусов Ну 25 предположим А вода холодная Ну 16 градусов У кого-то может Из колодца Со скважины Но все равно На больше 10 градусов Температура Соответственно Разность Температура У вас составляет Всего лишь Около 10 Ну там 15 градусов Максимум где-то 20 Всего-навсего Понимаете Поэтому вы Вы воспринимаете Это как довольно Сильный дискомфорт Облиться с холодной водой А вот когда вы Обливаетесь на морозе Холодной водой Здесь происходит Все в точности Да наоборот Вот сейчас на улице Температура Значит Составляет Ну Минус 20 градусов Вот сегодня Если вы воду Набрали дома Она значит Предположим 16 градусов То есть вы Выходите на улицу Что поблиться Ну конечно Слегка дискомфортно Выйти на улицу Понимаете И Что получается Разность Температуры У вас получается Очень высокая То есть Вода Плюс 16 градусов На улице Минус 20 Соответственно Разность температур 36 градусов Но Вам На улице Поливаете себя Чуть ли не теплой водой Понимаете Вот такая тема Единственное Что должно быть Это сделано быстро А вот теперь Я скажу вам Еще более классный Подвинутый способ Для тех Кто уже Закариванием Занимается Достаточно давно А представьте Вот Ну вот вода Даже самая холодная вода Я чтобы поблиться Да Я Воду выставляю На улицу Чтобы она почти Замерзла Что называется Да Чтобы стала покрываться Льда Коркой Вот И все равно Это всего лишь Ноль градусов Ну мало Да В общем-то А выйти на улицу Для меня вообще Не проблема зимой Это Ну вот выскочить Чтобы облиться И вот понимаете Для того Чтобы еще Сильнее воздействие Было температурой То есть температура Была еще ниже То вот сейчас Вот самое время Для того Выпал В огромном количестве Снег Просто В колоссальном Так давно Не выпадал Снег Я Не помню В ближайшие годы В два года Наглубочницами снега Но чтобы за раз Выпадало столько И такого рыхлого На том количестве нет И вот я начистил снег Вокруг своего дома Там такие сугробища Просто капец И в них Реально Можно руть Прямо рыбкой Что называется Прямо кроме Шут И не сломаешь Себе чего Счастливый рыхлый Кассир Ну что холодно И вот температура Снег такая Ну какая Снег Как вы думаете Такая же Как температура воздуха Вот минус 20 Сейчас температура Снег такая же Минус 20 Понимаете И поэтому Просто выходишь Из дома И ныряешь Снег И снег температуры Минус 20 градусов Вот это вот вообще Торч То есть Чем ниже температура воздействия Вот эта вот Резкая Разовая такая Тем лучше Понимаете Когда уже есть Определенный уровень Подготовки И вот это вот Очень замечательный Способ закаливания Просто великолепный Это снег Опять же Смотрите Я хочу Вас сразу Предустеречь Ну вернее Не предустеречь А предупредить Если кто-то считает Что растереться снегом Нет Это опять же Уже слегка не то Растирание снегом Вы будете воздействовать На тело довольно долго Не будет Единомоментного Резкого воздействия На максимальное количество Кожного покрова тела То есть Эффект будет уже не тот Понимаете Нужно именно Чтобы максимальное количество Кожного покрова Было задействовано Поэтому опять же В снег Ну надо что называется Не тихонечко Зайти там и сесть А прямо рухнуть Если вы нырнуть Не можете в него Значит надо Сначала В него Там лесом Условно говоря Лечь Все это Ну поверхностью Тело Передней А потом Сразу покататься И вот Это будет быстро То есть Просто покататься по снегу Лечь покататься Ну вот это будет эффект Просто колоссальный Да Не ну конечно Мы так после бани Делаем Вот В бане еще лучше Там эффекты Самозакаливания Просто прекрасные Когда вы вылетаете Значит из бани В которой Чуть не под 100 градусов Температура Может быть Если это сауна Если это русская Предположим Там 70 Даже 80 градусов Вот И сразу снег Там где Минус 20 градусов Ну все понятно У вас разница получается Чуть ли не в 100 Вот это Вот эффект Точно серьезно А потом обратно Вот этот Контраст Дает хороший эффект Я считаю Что вот Со снегом Такое воздействие Даже в принципе Лучше И потом Значит ощущение Это бесподобное Это покалывание Такое Это если в бане Это просто вообще кайф Ну вот Если у вас сейчас Есть интерес и время Вы можете поделиться Своими впечатлениями Если вы что-то напишите Мне будет интересно Вот Если вы оставите Под этим видео Свои комментарии Как это делаете вы Это будет тоже здорово Вот так вот Ну вот такой сегодня В этом плане Получился короткий подкаст Довольно таки Вот Немножко жду Ваших От Комментариев Если они будут Если не будут Значит не будут Вот Ставьте обязательно Сердечки Там отмечайте Мне это приятно Безусловно будет Обязательно подписывайтесь На мои каналы На ютубе Найти на ютубе Меня очень легко Просто набирайте На ютубе Русскими буквами Михаил Шилов И вы меня найдете Ну там конечно будут И какие другие Михаила Шилова Но меня найдете Сразу потому что Это Это не сложно Поймете Вот Или можете набрать Шилов ФМ С латиницей Ну транслитом И все И вы на меня Сразу же Наскочите Что называется Вот так вот Ну что друзья Всем пока До встречи Субтитры сделал DimaTorzok